Еще раз здравствуйте, идет запись. Сразу скажу вам, что на своей литературной страничке я поставила большую статью, называется «Современником Великого Перехода». Вы посмотрите ее. Она имеет очень мощную теоретическую часть. И сейчас, чтобы не отвлекаться на ссылки, я буду давать вам просто самое главное. А все тонкости, которые наверняка вам могут пригодиться, вы возьмете с этой статьи. Тема называется «Рэп Рендинг». Совершенно непривычное название с точки зрения эзотерических символов. Даже вообще не эзотерические символы. Это символ бизнеса, стопроцентного бизнеса. Это активная маркетинговая стратегия. И включает в себя комплекс мероприятий по изменению компании и производимых ею товаров. Либо составляющих логотипа, слогана, коллектива, места компании и всего остального. Вплоть до распуска старой компании. В современной бизнес-среде оно, это явление ребрендинга, набирает обороты. То есть идет пересмотр устоявшихся фирм, компаний, производимых товаров. А в нашем случае это слово «Рэп Рендинг» имеет тоже прямое отношение, как бы это ни казалось странным. Имеет отношение к пурнитарному человечеству. Переход на новый уровень. По-русски говоря, идет генеральная уборка. Всего устоявшегося и в ваших головах, ну и в моей, естественно, тоже голове, и в мире. Процесс начался. Он будет виден через какое-то время, что он сейчас набирает обороты. И почему именно, вот, уточняю, что набирает обороты, с чего это вдруг? Изменилась планетарная решетка коллективного сознания. Была раздробленная, теперь тенденция на единое сознание. Она изменила свою структуру. Об этом говорила на прошлой встрече 27 августа. Там шел подробный разговор о именно строении и сути новой коллективной решетки. Она начала быть с конца июля 2021 года. В августе она уже стояла в полную мощь. А дальше пошли набирать обороты генеральной уборки. Того самого ребрендинга. Планеты Земля и космоса. Что очень важно. Позже я скажу, в чем именно эти изменения будут проходить. Но важно быть честным перед самим собой. И научиться себя слышать. Это важно особенно для тех, кто думает или предполагает, что владеет очень большими знаниями. Ну, во-первых, знание – это интеллект. На нем далеко не уедешь. А во-вторых, мы учимся все, абсолютно все, без исключения, жить на Земле. Не так, как раньше стремились к псевдо-духовности и хоть чем-то отличаться. А мы учимся жить в повседневности. Это может казаться легко, но вообще это очень сложно. А быть честным перед самим собой – это дозволить душе дать импульсы. А не могут быть импульсы дискомфорта. Эти импульсы можно отмахнуться, не обращать на них внимания. И продолжать то, к чему привык человек. Пространство будет намекать вам. В конце концов, если будете упорствовать, уложить в койку. Ну, это крайний вариант. А признаваться в том, что далеко не белое и пушистое. У каждого свои нюансы есть. И вот эти нюансы желательно знать. Тогда легче. Потому что пространство все равно, оно вывернет наизнанку. Все, что... Того, что перестало соответствовать новому времени. Или перестает. Конечно, это не сразу. Раз и всех вытряхнули. Есть время еще и прийти в себя. Но порой так тряханет, что мало не покажется. Лучше добровольно признать свои нюансы. Опять-таки повторюсь, что это сложно тому, кто думает, что считает, что владеет большими знаниями. Дело сейчас не в знаниях. Мы учимся нарабатывать новое равновесие в новой земле. Условно, новая земля, новое небо. У многих и так не было равновесия. Был большой перекос. Или к небу, в кавычках, или к земле. И то, и другое не дает вам глубинного равновесия вашей сути, вашего физического тела. Да что уж греха таить. Многие, ну пусть учения, школы, отвлекали человека от физического тела. Туда, в небеса нужно было рваться. Зачем, по большому счёту, что там делать? Что вы там забыли в этих небесах? Пришли же сюда жить. Они не на небесах. Меняется физиология. Вот это самый неожиданный момент, что те, кто считал физическое тело негодным, или греховным, или страшным, или незаслуживающим внимания, вдруг начинают открывать совершенно новое ощущение, новая чувствительность. Как пример, в головном мозге вдруг, ну вдруг в кавычках, случайно, примерно случайно, да, открыли между нейронами много пустых пространств. Аналогия звёздное небо на тёмном фоне, то есть звёзды на тёмном фоне ночью. Оказалось, что то, что считали темнотой, в других лучах, в лучах в другом спектре, оно не является ни пустотой, ни чернотой. Это одна из проекций новой планетарной решётки коллективного сознания. Просто раньше времени она не могла быть открыта. То есть у каждого в голове на базовом уровне работает связь со звёздным небом. Космическая этика называется. Другое дело, что она сама по себе не включается. Нужно принять. Но иногда это бывает страшно. На тонком плане уже существует новая земля. Та самая, о которых писали раньше, она стала быть и уже заселяется первыми жителями. Тем, кто готов, но пока с тонкого уровня, кто готов, высшими силами аннулируется вся негативная карма конкретного человека. То есть это не кредит. Это просто стирается. И прорабатывается вопрос теми же высшими силами, чтобы и мы, живущие здесь, в физических телах, однажды смогли к ним присоединиться в своих физических телах, то есть без смерти. А сама пандемия, которая сейчас проходит, в раскрытом, уже раскрыта практически полностью, это часть квантового перехода, часть планетарной кармы, которая уходит сейчас. То, что вам видится страшно, оно не является страшным в глобальном плане. Мне когда-то сказали, если я что-то не понимаю, нужно отойти, посмотреть со стороны. Если я еще не понимаю, еще выше. Лезть до тех пор, пока понимание не ляжет в голову. То есть нужно увидеть весь процесс, все составляющие. про новую биохимию, про новые тела. Да, в свое время мне нужно было написать трилогию биохимии. Тираж уже весь издан. И нужно было для нашей встречи взять самую суть этой трилогии в соответствии с новым временем. Ну, с сейчасшним. И эти аспекты нашлись самые-самые сердцевины. Но для начала хочу прочитать небольшой, маленький абзац, что в свое время сказал Будда Шакьямуни, Гаутама Сиддхартха. Все, чем мы являемся, это результат того, о чем мы думаем. Сознание это все, о чем мы думаем, тем и становимся. Я ничего нового вам не сказала. Вы все это прекрасно знаете и сами. Но дело в том, что сейчас Так, сейчас я слова подберу. Если еще год назад, допустим, ну, даже полгода назад можно было создать намерение, и результат получался через какое-то время. То есть за это время можно было забыть, а чего это я хотела там, ну, от космоса, от наставников, например. А сейчас это работает вживую. Подумал, проявил. Даже еще не поймешь, откуда это все вывалилось. И оно ускоряется, иногда проявилось раньше, чем подумаешь. То есть идет чувство, какой там, ну, доли секунды, а после этого начинается материализация. Всего. Плохого, хорошего, без разницы. Это работает наше тело, физика. То, что клетки физического тела нас слушают, это перестало быть эзотерическими нюансами для ученых. уже открыто, что химия, биохимия тела создается нашим сознанием, нашими мыслями. И совершенно неважно, осознаем мы эти мысли или не осознаем. Большей части не осознаем. Этим пользуются те, кому выгодно манипулировать. И тогда человек, подхватывая тяжелую мысль, он раскручивает другие биохимические процессы в своем теле, которые работают на подавление. Это тоже не секрет. И также для закрепления нового, любого нового, хорошего или плохого, нужно постараться, чтобы это новое вошло в тело. То есть, если вам удалось сделать какие-то негативные последствия в своем теле, то вы точно так же можете сделать позитивные. Потому что и для того, и для другого нужна конкретная сила, настойчивость, или закрепление. И опять вы ничего нового не слышали. Можно даже подумать, и чего вы сюда пришли, чего ради. А ради того, чтобы учиться жить в повседневности. Многие жили, а может быть и продолжают жить в иллюзии, что они владеют какими-то знаниями. Может и владеют, я не спорю. Но насколько им эти знания помогают налаживать отношения с родственниками, с детьми, с социумом. Многие даже презрительно это называют, а, социум? Подумаешь, я-то выше. Вот попались, вот ментальная гордыня, и духовная гордыня. И кто бы говорил о совершенствовании в таком случае. А в теле, в физическом теле включаются полностью, полностью, они раньше были включены, но включаются полностью органы головного мозга, которые отвечают именно за работу сознания. не формального сознания, а, ну, как думающего сознания. Поскольку аудитория широкая будет смотреть, я назову это, где обновляются нейроны, именно сознание. Это полосатое тело. Оно хранило в себе движения, рефлексы, а теперь участвует в осознанности. Мы настолько долго тренировали на негативные эмоции, что они пошли в автозагрузку. И тело научилось вырабатывать только эти реакции. И перейти сразу, у кого-то получается сразу, у кого-то постепенно. Но суть в том, что да, с одной стороны негатива много в мире. Поднялась вся пена как в микро, так и в макро обществах. Но с другой стороны она поднялась, чтобы уйти. И как долго вам будет комфортно находиться в негативных условиях, ну, в привычных негативных условиях. Вопрос уже будет лично к вам. Работа над собой, самосовершенствование, она выходит на первый план. В мелочах. А лучше сделать на уровне автозагрузки. Наработали какое-то качество, попросите тело, чтобы оно запомнило эту реакцию и воспроизводило ее, чтобы ваша голова, ваш мозг, он перестал... Не, не правда, не то, что он перестал, чтобы у него была возможность обращать внимание на другие ваши нюансы. И одно за другим, как мышат за хвост, вы выловите их. Хотя, может быть, пример с мышами и не совсем корректен. Может быть, кто-то их опасается, мышей. Я в свое время нас порыхловила руками мышей. Ну, это так, к слову. А вообще, наше время уникально тем, начиная, ну, пусть с августа этого года, 21-го, когда начинает объединяться высшее я в рожденный клеточный разум. Вот тот разум тела, о котором я стала говорить, и наше человеческое сознание. Эта триада обладает колоссальной силой. У нас не было в осознанном варианте возможности этим воспользоваться. Но косвенно мы с этим столкнулись. Ну, по крайней мере, некоторые из вас в начале говорили, что между словом и его проявлением времени практически не осталось. Это вот и есть та самая триада. Высшее я, врожденное клеточный разум и ваше сознание, пусть даже неосознанное. Сказал, получил, потом пошел думать, а что это было? Анализ приветствуется. Почему стало это возможным? материя стала пластична. Да, конечно, она сохраняет свою твердость и стол, и, слава Богу, тут ничего не проваливается, и мы сидим на стульях. Но это скорее говорит о том, что наши вибрации, вибрации мира, они, ну, где-то плюс-минус едины. А дальше зависит от сознания. Материя это сгущенный свет, разной степени сгущенности. И те, кто говорили материя духа, то вот она, материя духа везде. Вот, вот, вот. То есть к чему? Одно дело обращаться к духу, сидя в медитации, а другое дело сидя на стуле, на кухне. Или там чистить картошку, выносить мусорное ведро. Какая духовность, да? Картошка и дух. Прямая. Наверное, надо сказать еще о том, питание, оно индивидуально для каждого человека. Умение слушать себя означает, что вы можете дать своему телу нужный продукт ему, вне зависимости, что по этому поводу говорят другие. мы выходим из стада. Мы научаемся слышать свою индивидуальность. И фактически мы переходим в другую стаю. Слышали про белых ворон? Ну, как не слышать? Еще говорит, мол, ну, ты белый ворона. Ну, и понятно, что не туда залетел. Теперь с точностью наоборот. Стая белых ворон, она пополняет свое членство. то есть фактически вы пришли послушать, а может перебраться к белым воронам, то вроде не так и плохо. Если мысли материализуются, если грамотных организовать, не так уж это все и плохо, как кажется. Так вот, возвращаясь к еде, а почему к еде? Потому что пришло ощущение, что нужно об этом сказать. То есть я не могу не сказать. Здесь я не записала пункт питания, но душа подсказывает, а уйти от этого я не могу, поскольку оно перебивает, не могу идти дальше, не сказав то, что пришло в подсказке, что именно. в одночасье мы все вегетарианцами не станем. Сохраняется мясная пища. Но если вы, ну или те, кто будет есть мясную пищу, просто мысленно поблагодарите душу животного за то, что оно, отдав свое тело, помогло вам жить здесь, в физическом теле, для приобретения опыта, то разрыв вибраций, он перестанет быть. И попросите новой энергии помочь в этой ситуации. Тогда не будет перекоса. Потому что порой бывают очень жестко эмоции. Рекомендует есть зерновую или растительную пищу с очень жесткими эмоциями. Так что по сравнению с этим, если кушать мясную пищу, это намного мягче. Интонация важна. Голос важен. Вы можете чувствовать одно, а говорить немножко другое. Разница тоже будет чувствоваться. Иногда говорят печенка и врет. Вот. Все вылезает наружу. Это в том числе. Но тем не менее, чтобы мы не ели и не пили, каждый из нас является светом Вселенной. Вы забыли про это. Нам давно не напоминали, но позволю себе взять смелость напомнить это. Вдохновение рождают интуиция и восприятие. Я не буду говорить конкретно восприятие чего. У каждого свой уровень но насчет вдохновения вы его не раз проживали и вы знаете о чем я говорю. А воображение без него вообще никуда. Это чувственная способность разума. А разуме я скажу чуть попозже, что это не головной мозг. Головной мозг это серое вещество, у него свои функции. Но без воображения невозможно не переписать прошлое, если это требуется, не перепредставить себе решения тяжелых или трудных ситуаций, если вы через них проходили. Причем для головного мозга все равно вы это прожили в действительности или представили себе. Но в любом случае работает на чувствование. Ключевое слово, чувства, они рождают события. Итак, в чем отличие разума и мозга? Мозг сам по себе, не серое вещество, а более глобальном понимании, это некий вселенский архив, божественная матрица. Он дается один на все воплощения. А разум это соединение мозга и высокоэфирных органов чувств. те, которые начинают открываться здесь. Я специально не смотрела их дислокацию, в каком теле, какие чувства. Это уже не имеет значения, потому что в мир приходят такие новые энергии, буквально из божественного запределья, что разбираться в их градации это явно не под силу человеческому уму. существуют два уровня разума. Абсолютный это совершенная гармония и относительный, когда человек судит на основании своего божественного интеллекта с какого-то уровня. но при этом все это раскрывается все тонкости не только в медитации. Для кого-то медитация просто не получается. Я не умею сидеть в медитации. Для меня медитация вся повседневность, вся жизнь. Все это раскрывается именно в будничности, которая перестает быть рутиной. Она становится осознанной через очувствование. Вот это, пожалуй, тоже одна из ключевых фраз осознания через очувствование. Не через ум, не через интеллект. Интеллект, он тоже существует, но он не дает возможности чувствовать. А чувство это язык новой вселенной, того мира, в который мы постепенно входим и учимся. Важно сердце. И важна его нежность. Я не буду призывать вас делать это какие-то внешние нежности. Она бывает и внутренние нежности. Просто ваши ощущения или очувствованные ощущения. Тогда один тон он раскрывается на полу тона, как вот этот веер, который за моей спиной. А разбитое сердце, это на что зеркало вы разбили на множество осколков. Они не собираются внутрь. Хотя есть возможности разбитое сердце собрать. Каким образом? Опять-таки сошлюсь на литературную страничку свою. Там стоят две работы. Опыт общения своей душой и обретения высшего Я. В опыте описано путешествие в храм души. Там, где вы оставляете за порогом ум, интеллект и совершенно другими божественными инструментами через очувствование начинайте перерешать какие-то сложные ситуации. Там есть возможности знания как разбитое сердце собрать воедино. Сделать цельным. Сейчас я не буду на этом останавливаться. Но это даже не алгоритмы. Эта книга написана как художественное произведение. Но читая это художественное произведение становится ясным как это сделать. а сам мозг если касается серого вещества оно конечно одно но воплощение это огромная центральная станция. Через эту станцию идет транзит энергии сознания. А энергия как любая энергия может быть измерена. мы все участники эволюции вселенной. Что это означает? Что та психическая энергия которую мы постоянно излучаем или потребляем она имеет множество своих проекций в физическом теле. Скажу об одном. Это элемент фосфор считается как одна из проекций вселенского духа. Он в чистом виде не существует слишком активен. Хоть его называют агрессивным но я бы сказал он просто активен и существует в соединениях. Если кому интересно узнать про подробности про жизнь фосфора в физическом теле есть такие молекулы познера. очень нетривиальное образование. И касаясь психической энергии о могуществе сознания один пример влияние сознания исследователя на результат эксперимента. Это были сухие эксперименты серьезные физики биофизики этим занимались люди далекие от всех тонких премудростей. Это большое исследование. Сначала было найдено некий белок который назвали фактор тканевой дифференцировки 11 в просторечии молодильное яблоко. То есть если в интернет вы зайдете тут наберете молодильное яблоко биохимии вы попадете вот на эти статьи. суть оказалась да ну разные разные лаборатории стали это исследовать как обычно и пришли к непонятному результату разные люди чужие руки этот белок стал показывать абсолютно противоположные свойства. в одном случае это молодильное яблоко действительно омолаживало все что ему попадалось под руку в кавычках под химическую руку а в другом случае это была его полная противоположность или средина вообще ничего не было и этот результат он тихонечко подвис и его отодвинули в сторону если что непонятки потом решится а суть в том что результат менялся в зависимости от ожидания кто хотел не просто получить молодильное яблоко а мысленно наделил это вещество другими функциями но более мощными он их получил помните материализация мысль действия вот мысль действия а кто не то что не верил а был пессимистически настроен он соответствующий результат получил то есть начальное одно и то же вещество но оно было проявлено в разных свойствах это как пример той мощи которой вы владеете может быть вы не до конца себе верите да это я признаю понимаю но это дело времени у каждого свое время осознание своей своего космического могущества это знаете ли не просто красивые слова и такие будничные слова просто другого термина здесь очень сложно найти да еще для повседневности но немножко еще проживете в этом мире узнаете и себя узнаете что ваша сила она вовсе не шуточная и поэтому так важно уметь слышать себя и быть честным перед собой техника безопасности называется слышали наверняка по сознанию наши клетки нарушают законы генетики может быть слышали может не слышали но факт остается фактом и клетка стала почему-то вдруг в кавычках почему-то и вдруг творчески стала относиться к командам ДНК не все команды она стала выполнять те которые бывали случаи когда человек быстро спонтанно излечивался или спонтанная регенерация была то есть та болезнь которой не нужно было длиться дальше она могла уйти но так что врачи разводили руками такого быть не может ну да не могло но бывает же вообще если тихонечко врачей расспросить неофициально конечно то там таких ситуаций очень много просто об этом слух не говорят но это есть и вот отряда клеточный разум высшее я человека и сознание это своеобразная волшебная палочка для обучения жития вон в том мире вон там за окошком кажется все привычно и горы и облака на совершенно другая энергия идет но опять-таки повторюсь то на чем вы фокусируете свое внимание начинает меняться это просто законы проистекания энергии но чем вы спокойнее внутри тем легче будет вокруг вас пространство в каком плане легче внутри так сейчас не внутри критерий если вы постепенно научаетесь слушать себя то в момент дисгармония внутри или это там вы можете эту дисгармонию снивелировать если вам тихо то и вокруг вас будет тихо ум не всегда догоняет чувства сейчас может быть очень большой разрыв сначала но потом ум подключается и вообще такая интересная практика подбирать слова к новым ощущениям они не сразу подбираются но подбираются и таким образом наступает соединение когда вы чего-то называете помните как по-моему в самом начале Библии Бог говорил Адаму дай им имена кому-то зверям растениям а дав имя уже вот оно становилось быть облекалось жизнью здесь примерно та же самая ситуация называя вы его проявляете вот это незнакомое чувство и идет обратный процесс вкладываешь тишину и получаешь гармонию в ответ то есть в любом случае это идет осознанное отношение но к себе самому прежде всего аспекты 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 генеральной уборки аспектов много был выделен для начала один речь мы же речью сейчас общаемся вы да мне можете мысленно что-то возражать или не возражать но в любом случае речь что идет вообще сама речь или горловая чакра горловой энергетический центр он издревле с колоссальной древности назывался магическим или тантрическим но в любом случае мистическим была и есть пока есть великая тайна она относится к тем высокодуховным предкам современного человека даже уточнить божественного человека и эта тайна находится внутри тела а если точнее внутри каждой клетки я не буду специально говорить там много центров в клетке есть но тем не менее нет ну центр конечно он имеет название лая центр о нем хорошо в свое время сказала Блавацкая в тайной доктрине ну и в Теосовском словаре можете посмотреть тоже открытая информация что такое лая центр там через который мы соединяемся со вселенной со своими высокими божественными аспектами также не секрет что ДНК и речь это две стороны одной медали а это вообще относится древнейшему пространственному проязыку который был дан незапамятные времена божественными учителями людям чтобы изучать искусство и науку сейчас нам сложно говорить с богами большая часть нашей ДНК закрыта даже если бы она была открыта она открывается так называемая мусорная ДНК начальные планы мусорной ДНК очень сложно сразу поверить в себя но ничего это дело времени в организме речь или голос звук в общем звук акустика оно первым делом влияет на слизистые слизистые оболочки они же не только внешние но и внутренние это поверхности каждого органа и наружные внутренние сосуды капилляры происходят такие отпечатки следы а сама речь она имеет много уровней насыщенности для чего чтобы передать чувство интонацию интонацию можно даже передать молчанием она будет даже сильнее чем голосом потому что голосовые связки многие звуки передать не могут а молчание может что в молчании вы информацию передаете напрямую через свои чувства и чем чище чувства тем чище вы получаете ответ как минимум для начала от своей души а дальше а дальше тренировки обучение постоянно идет нельзя сказать чего-то достиг все буду сидеть и наслаждаться ничего подобного нужно очень даже шевелиться в принципе перевод звука в букву идет через ДНК это тот механизм который и химические вещества сделает и слово нужное подскажет то есть когда я вам предлагала новое чувство придумать для нового чувства название это фактически шло предложение тренировки вашей генетической генетической карты она эта мусорная ДНК сама по себе не раскрывается нет базовый уровень существует конечно но чтобы дойти до этого базового уровня нужно очистить себя максимально и учиться жить вместе с новыми энергиями а вот это как одно из упражнений нашел слово и энергию заземлил и карта генетическая почище стала то есть куда не повернись везде идут духовные практики для того но духовные опять таки не в смысле сидеть в медитации и непонятно с кем соединяться а здесь в повседневности вот в этом сложность заключается а интонация от качества интонации зависит состояние крови состояние плазмы это первый барьер после перед проникновением речи в тело физическое тело и когда говорят тут фразу мы говорили печенка чую врет это не образная это совершенно конкретная фраза конкретные действия когда и печенка также может чувствовать что собеседник очень тонко говорит неправду завуалирована и чем больше человек пытается завуалировать свое негативное состояние тем больше оно видно и фактически такая завуалированность она способствует тренировке слушателя и доверять и доверять сказал не не верю как говорил Станиславский не верю вот хочешь что делай не верю и все а потом на помощь приходит энергия и пространство создавая такие ситуации при которых тот кто ну или та прячется за красивыми словами вдруг начинает быть но слетает все мишура и видно то кто есть наверняка у вас были такие примеры то есть сейчас прятаться неразумно чем больше прячешься тем больше все это вылезает а насчет разумности вся материя все мироздание обладает разумом абсолютно все живое в результате совсем можно договориться как бы это ни звучало дико на первый взгляд ну наверное уместно рассказать и про мой опыт чтобы мои слова не были совершенно шагульными здесь был у меня эпизод по жизни когда навалилось очень много дел и в довершение всего стала подтекать труба на нее мне уже было совершенно никак не мастера вызывать не время выделять цейтнот был и я обратилась к трубе зная что на глубинном атомарном уровне мы все состоим из капелек света просто по факту я обратилась к этой глубине трубы и попросила взять ее взять с меня опыт заживления ранки на тот момент я была счастливым обладателем ссадины на руке и пластырем у меня было все это залеплено труба видишь как здесь регенерируют ткани наверняка видишь ну возьми этот опыт регенерируй у себя пожалуйста нет у меня возможности сейчас тебя там менять и ну и нужно было мне уезжать через несколько часов поговорила я с трубой и забыла вернулась ну через какое-то большое время может быть дней через 10 ну через 2 недели пошла посмотреть сколько воды натекло но было это еще давно это было ну лет 8 назад может 10 назад не было никакой лужи а там где была течь где капала там стоял такой очень приятного оттенка металл если сама труба сизая была то там беленький регенерировала ранку свою зажило когда вызвала мастера другие дела нужно было делать он так удивился а кто это у вас так виртуозно заварил трубу не перекрывая ее там ну всякие нюансы он говорит да я не знаю я его там не разбираюсь действительно я не разбираюсь труба она я потом когда продала эту квартиру с этой трубой она стала как визитная карточка квартиры вот такая уникальная труба которая кто же так грамотно заварил ее это вот плоть опыт взяла глубинный разум разум того света во-первых этот свет очень удивился образно говоря от этой трубы шло такое ты что со мной говоришь ты со мной не верю да нет же это я вот там а меня сроки поджимают ехать ехать а тут это может быть я для себя тогда говорила я еще не подразумевала не подозревала да с трубой можно договориться но в конце концов она поверила через удивление через типа ну ты даешь то можно и другие слова говорить но на камеру я не могу сказать ну и так понятно мое удивление было через вот две недели те же самые слова сказанные с другой интонацией в отношении к трубе ну ты даешь а мы да могу после этого я аккуратненько обратилась слушайте может вы батарею почините техника без проблем я тогда не буду туда лезть смотреть сами сами без меня вот скажете фантастика глупости бред а ведь было же и сработало то есть вот понимание этого глубиннейшего единства пусть даже пример с этой трубой вообще ничего нет неразумного нас просто не учили общаться не то что там с трубой хотя наверняка найдутся те кто и пальцем у виска повертит типа ну придумала а вот и не придумала душа не позволит мне соврать перед большой аудиторией просто это пример если если бы я сама себе для начала не доверяла то есть не приняла бы себя как божественную сущность не в смысле распальцовки сидящая такая божественная нет на глубинном уровне единства вот с тем вообще со всем этим миром великолепием я бы не смогла к такому же единству к такому же разуму обратиться к другой сущности к тому же свету а то что этот свет был материализован в виде водопроводной трубы ну ладно так проще воду довести не материализовывать сверху вот так вот напряжно открыл кран вода потекла я думаю что в мире таких чудес больше чем можно придумать только вряд ли кто подробно будет говорить потому что это даже не белая ворона или белая ворона со стажем а сейчас эта стая расширяется поэтому вот вам такой пример а теперь поговорив об этом кто это все делает что это за свет такой который которому можно обратиться и который проявит что нужно на физическом плане но опять-таки момент когда я говорила с трубой у меня не было четкого плана что я получу я знала что эта возможность есть но как это будет сделано я даже не предполагала разумеется то есть я своего ничего не навязывала этой трубе как будет на усмотрение самой энергии которая проявлялась в этой конструкции то есть не я делала а делала та энергия тот свет который проявлял эту трубу понимаете не мой разум давал я тоже прошла урок общения может быть для этого и поставили в условии цейтнота чтобы все умности вывалились из меня как пух из подушки пыль из подушки и пошла конкретная работа и я понимаю что настал момент когда надо говорить правду а правда в том что женская энергия имеет совершенно другую основу чем мужская ибо это шло обращение к женской энергии а женская энергия есть и в мужчинах и в женщинах это просто основа мира и дело не только в строении женского организма а в главном секрете специфической энергии самой а специфика в том что никто никогда не смог ее сотворить из нее рождалось все из нее рождались боги как бы это ни звучало диковато на ваш наше восприятие женское начало определило все и было всему началом ему никогда не нужно было вырастать оно просто было оно просто есть и теперь оно выходит на передний план и только потому что пришло время родить новый мир вон он там за окошком и в нас новый мир и оно женское начало это делает это новые формы новое пространство новые галактики новая вселенная новое все новая энергия вообще все новое и мы оказываемся свидетелями этого величайшего события которое проходит один раз в миллионы лет не в тысячи лет не в 26 тысяч лет зодиакальный круг не еще какие-то а именно один раз в миллионы лет когда одновременно вместе с нами рождаются вселенные преображается космос а в космосах вселенных очень много и также происходят изменения в наших телах я не про физику говорю а про психофизиологию пожалуй например в течение одного дня может быть такое выражение сто пятниц на неделе и не потому что вы безалаберные а наоборот у самых педантичных представителей человеческой расы это происходит спонтанно но в естественном порядке в результате результат нравится но приход к этому результату идет совершенно нетипичным путем и как бы себя не уговаривали что поступаешь неправильно или нецелесообразно душа знает что все идет как надо и нужно позволить этим не то что позволить сто пятницам быть от них не отмахнешься это как идут события а ты сбоку припек а к ним но пойдешь ты не пройди если будешь упираться просто так за шкирку раз а это с нами и пошло не сама проходила через это да сейчас вон там много чего несется и внезапные мысли кто-то озарится внезапно что нужно уйти с работы она перестала удовлетворять а кому-то наоборот срочно надо устроиться и от этих мыслей тоже не отпихнешься и идут события подсказки они тоже передают с рук на руки и идешь как по кирпичикам в воду переходишь или там как по ступенечкам тоже налево направо не очень то уйдешь не получится это все те новые энергии которые рулят сами это тоже впервые они раньше были но не именно эти а вообще там вторичный третичный как угодно а теперь раз вышли на передний план и начинает работать очень сильно от чувствования вот именно чувства то что нельзя пощупать кажется что это настолько эфемерные вещи но внутреннее знание внутреннее ну чуйка наверное сказать она дает ощущение комфорта или дискомфорта и поэтому четко знаешь ага не туда я не пойду а туда пойду а он скажет ты что совсем ну как бы это сказать ну это слишком ну типа думать надо а не чувствовать ну не не верю я пойду туда где где вот вообще не переводится на русский язык и выигрываешь это вообще не поддается объяснению но зато увеличивается стая белых ворон при этом это уж точно ну сейчас я не знаю как в планетарном масштабе но она начинает стая белых ворон там очень много вакансий короче не промахнетесь и все это позволит сказать однажды а я ли это вообще что происходит почему я делаю это а не то что делали мои предки а предки соответственно скажут ну ты даешь а мы вообще вот и будем делать потому что мы знаем что это верно хотя знание на ум вообще не ложится это это знание она даже даже не этим говорит она говорит на такой мощной вибрации но тонкой поэтому фактически все это выступление оно направлено на то чтобы с разных концов рассказать вам как важно уметь слышать себя вот эти это как вы понимаете стало актуальным не в медитации а в повседневности вот тут здесь и сейчас потому что эти импульсы чувства знания во первых и знание совершенно другое и чувства совершенно другие оно стало раскрываться на будничном плане в автобусе в метро в машине на улице да где угодно но явно где медитация эксперимент чистый раз знаю и знаешь что знаешь не всегда можешь выразить но это не суть если немножко подумать то приходят слова то есть эта энергия стала уже включилась в ваш комплект в ваши ну если аналогию с компьютером есть жесткий диск есть временный диск вот оно включилось жесткий диск в автозагрузке пошло это стало уже вашим по праву это же инструмент потом примеры расскажу и это все возможно это знаете как снежный ком сначала снежиночки падают на склон горы а потом больше больше срывается лавина понеслась но не в смысле чтобы погрести а это внутри нас начинают открываться вот эти вот новые акценты чувства знания оно даже вообще это чувство знаний не расписывалось по спектру просто чувство знания оно имеет такую колоссальную палитру с оттенками и нюансами но все в конце концов вот оно раскрывается как этим веер начало это вот точечка начала начинаешь входить через отчувствование и он тихонечко раскрывается раскрывается потом оказывается что он не просто плоский он пространственный он как во все стороны и и пошло вот интересно это очень увлекательный процесс хотя конечно не все так безоблачно разумеется мы все разные и то о чем я говорю это фактически аннулирование комфортной зоны человека а тут у каждого свои нюансы есть но у каждого из нас есть наш тренер высшее доступ и сверху вниз и снизу вверх он открыт но сверху вниз проще нас учит верить в себя и стоять четко вот в этой связке так вот тренеры приняли решение о действенной помощи своим подопечным то есть без внимания вы не останетесь уж так или иначе ну короче мимо вы не пройдете если чего-то суждено вам понять вас просто мягенько притолкнут друг другу да мимо не проскочишь это точно как дали согласие на божественную эволюцию пошли учиться букварь выдан и это касается не только продвинутых людей насчет тренеров и высших я это относится ко всем кто ну в силу разных обстоятельств он не мог читать соответствующую литературу или там духовное писание но внутренний стержень вектор он соответствует этой связи то есть не нужно судить поэтому читал человек какие-то книги или не читал можно жить в глубинке слышать впервые но быть на несколько порядков продвинутей в смысле связи практик я практик сама поэтому могу вам говорить эти вещи после того как я их прожила и и тогда это имеет смысл теорию вы сами прочитаете я для этого совершенно не нужна то есть кто-то из вас кому это близко эта информация он просто берет с тонкого плана то что ему нужно и что нужно берет не весь вот спектр который будет высказан это на очень широкую аудиторию ведь вы есть а есть кто там будет слушать чтобы на не нужно говорить на многих человеческих языках я не имею ввиду немецкий английский французский у каждого каждое каждое сознание настроено на какое-то свое ключевое слово и вот этих ключевых слов здесь очень много то есть нужно услышать слово ему больше не нужно слушать у него уже свой процесс пошел поэтому мы собрались сюда все вместе а события происходят непременно не нужно специально призывать и торопить не нужно вы их можете предчувствовать и предощущать а если зададите вопрос ему тренеру какая разница между ощущением и чувствованием ой колоссальная вот такая но это лучше уже самому это ощутить а как потренироваться в слышании себя для этого опять не нужно входить в медитацию а в любой бытовой ситуации в любых бытовых условиях неважно опять-таки на машине на метле или в горах спросить себя а мне это надо что я делаю а почему я это делаю а что будет если я не буду это делать это те вопросы которые сразу пришли в голову но этих вопросов как вы понимаете может быть великое множество это также пример была в магазине и продавали ну допустим обувь красивая хорошая обувь я знаю способность подумал проявил поэтому я думаю не мыслями и даже не чувствами а где-то на расстоянии чтобы не материализовать то что мне не нужно а про проверочный вопрос тебе нужна вот эта обувь не не нужна ну пошли дальше она же красивая да но она мне не нужна а вот это и это не надо а что ты хочешь чайку попить то есть это вот тренировка в слышании себя не то что я хочу может быть оно мне и не к чему хотеть то я хочу а что я с ним потом делать буду нам есть тоже ни к чему не нужно отягощать ни себя ни пространство и задача нового времени и наших тренеров это расширить горизонт мышления чтобы мы не боялись мыслить ворон они же хорошо летают и высоко летают и видят сверху лучше и вот чтобы понимать что вы видите вот эти вот расспросы и нужны потом это включается автопилот и вы начинаете чувство знать как же это сказать ну ну не собеседника но если под собеседником принимать любую вещь из мира нужен ли вам контакт или не нужен но я рукой условно показываю это вовсе не критерии этой связи вот здесь вот скорее вот здесь вот нужно или не нужно потому что если просто так нахватать то эта энергия она имеет вес очень большой вес по капельке набираешь как чужих знаний а куда их девать книжку писать говорить там танцевать еду сделать ну что ее нужно как-то вот трансформировать а если не трансформировать она начнет плесневеть как хлеб портится а поскольку она в теле лежит ну и тело заодно подпортим все равно хозяин не реагирует поэтому прежде чем что-то брать надо задать себе вопрос оно мне надо это касается даже хороших духовных учений ну вот представьте кондитерский магазин пирожные пироги всякая вкуснятина все это свежее пахнет красота все это во-первых не съешь лучше спросить а что мне надо может не нужно но тут крендель с маком а потом я еще сюда приду или не приду или набрав все вы это все не съедите оно зачерствеет и вы выбросите то есть ни себе ни людям а поинтересовавшись а что из этого мне нужно вот это это так же пример когда вот да и вы живой пример этого это же руки вам за спину не выкручивали ну-ка быстро на семинар побежали то есть приходило чувство знания у вас было время на привыкание к этой мысли то есть нужно не нужно хочу не хочу а хочу для чего там отдохнуть или послушать а что лучше вернее что глубже эти вопросы вы все равно себе задавали но не именно эти а вообще вот расспрашивая себя только может быть не акцентировали настолько внимание на этом ну вскользь но все равно интересовались а нужно мне это или не нужно нужно а почему нужно а что я там забыла как вариант то есть вы это уже делаете а я призываю вас это делать уже осознанно к любой ситуации к любому действу с которым вы можете соединиться вот с внешнего мира то есть я могу войти в контакт а могу не входить в контакт вот на внутреннем чувство ну и знание чувство ощущения учимся с душой общаться да повторюсь что не все так гладко часть людей будет активно сопротивляться это их выбор нужно уважать вообще выбор души каким бы он не казался диким или болезненным на ваш взгляд может быть вы прошли этот опыт вы знаете что в конце а тот кто идет этой дорогой ему для чего-то этот опыт нужен и он не хочет вас слушать что там в конце он услышит свое это в отношении близких это довольно болезненный опыт но если вы уважаете выборы своей души и души вашего близкого это хоть немножко вам поможет в такой ситуации знаете что насильно мил не будешь ну примерно так а если насильничаешь в ответ идет агрессия каждый получит опыт в тех измерениях в той реальности в которой это будет целесообразно жизнь продолжается никто не умирает умирают конечно разумеется умирают и смерть в таком плане как она идет в мире существует но я должна сказать то что само понятие смерти это величайший обман мира потрясающий просто обман я много раз была на той стране у меня были клинические смерти и много других переходов я совершенно откровенно и искренне говорю что смерти не существует есть жизнь для чего-то это было сделано но теперь завеса между мирами она становится тоньше но опять-таки по сознанию то есть тот человек кому страшно раньше времени ему эта завеса не откроется ибо плодить страх не есть задача постепенно с пониманием это все приходит но есть хорошая практика представлять себя в новом мире вы молоды вы прекрасно у вас здоровое тело вы можете выбирать себе любой континент любое занятие просто мечтать как в детстве и вспоминать что перед этим как раз говорила что воображение это чувственная особенность разума это не притягиваете вы к себе какое-то место это вы позволяете новым энергиям делать для себя лучшее место во всех смыслах это не беспочвенное мечтание тем более если говорится что новый мир не за горами а может действительно не за горами но в любом случае нам нам это нужно мы же здесь в физическом теле для чего-то пришли могли бы там остаться но пришли сюда и мир нестабилен мир сейчас в хорошем хаосе то есть все что раньше было стабильно включая личные комфортные зоны все это перестало быть ну или или как перестает быть постепенно у большинства это вызывает тревогу если снизу смотреть но особенность белых ворон в том что они летают если вы можете на этот хаос посмотреть сверху посмотрели вот здесь ну как в горизонтали там за стульями даже не видно мира ну если в окошке там смотреть повыше повыше еще повыше и однажды вы понимаете что это не просто хаос это проявляется новая гармония сверху она видна здесь раздробленность это как это если картинку любую увеличить то она как на пиксели разбивается и становится размытой это вот хаос ее собрали в кучку да еще отодвинули раз проявилось вот там что-то повыше взлететь надо и увидеть как зарождаются цвета формы краски а потом когда вы опускаетесь с тем знанием не так страшно идти дальше понимая что это не хаос конец света старый конец да старые энергии завершается но она не рывком вот так вот уходит а плавненько плавненько распускается хотя на его кажется можно было поплавнее но это вышний мир делает и если у вас в определенный момент очень много собралось всяких разных негативных мыслей ну подумал их но у вас есть вероятность возможность эти мысли всегда изменить на противоположное пошагово думаешь плохо а давай мы попробуем наоборот придумать это ну продумать вообразить представить прочувствовать работает работает смешно но работает следующий вариант следующий переписали сначала на бумажке переписали прочитали а ничего вроде может и быть так дальше кажется многие говорят как вот ну один в поле не воин типа ну что с моей писульки там миру сделается это слова другой стаи черных ворон там были раздроблены да белые вороны они так не думают вы какую-то одну ситуацию переписал другой человек другую десятую двадцатую ситуацию может быть разными это проявление как трубы разные бывают трубопроводы но импульс который идет на переписывание ситуации он из дискомфорта в комфорт переходит а это просто вариации комфорта всякие разные суть вашей реакции на происходящее на тот самый первый импульс который потом запустит все остальные слова с небольшой тренировкой этот импульс первоначальный можно отловить просто задать вопрос высшее я ну-ка подсказывай как мне отловить те грабли на которых я все время прыгаю он говорит ой ты сюда посмотри обойди грабли с этой стороны так там же тропа нехоженная да ты там давно не ходил раздвину лопухи а там вообще дорога да что это я здесь по граблям хожу аллегория просто но был вопрос не абстрактный кому-то а своему тренеру высшему я связь то есть чем больше вы спрашиваете получаете чувство знания то есть чувство от знания бывает и знания от чувства тут и так и так да еще ощущение сюда входит то есть это большая палитра вы научаетесь принимать себя позволять себе владеть другими божественными инструментами одни вы уже овладели а теперь настало время расширить диапазон ну лопатой же не пойдешь обедать ну кушать нет когда голоден и походные условия позволяют лопата может играть роль миски например зачерпнул каша и съел ну просто бы были похожие вещи но на званом обеде с лопатой не придешь даже золотой нужно осваивать другие инструменты и пока мы обучаемся вот этому всему всем тонкостям премудростям новой жизни наши бессмертные души решают свои грандиозные задачи без требования от нас сидений в медитации нет я не подумайте что я плохо отношусь к медитациям кому-то это очень нужно для кого-то это единственный способ общения с высшим миром понимаете мы все разные очень много разных направлений путей когда вы задаете себе вопросы вам тогда легче выбрать нужный вам путь насколько он вам нужен и нужен ли вообще и в каком аспекте и быть или не быть в этом и когда вы выбираете то что вам комфортно конечно тогда идите делайте то есть авторитеты они ну они могут быть но не всегда им нужно следовать мне в том числе я не ставлю себя в привилегированные условия что такой авторитет давайте это всего лишь один из путей а моя задача показать эти пути как можно больше чтобы вы могли выбрать свой ну или предположить что вроде бы там вам будет комфортнее на каком-то пути следующий блок который написался он касается ну вообще-то любви касается и в буквальном смысле в том числе это также на страничке моей литературной страничке на сайте proza.ru поставила главы из книг только потому что на мою почту приходило много вопросов на подобную тему в том числе от связи с высшим я а сама связь со своим высшим я она намного больше чем предполагается и то что я говорю здесь с юмором просто с юмором на импровизации можно сказать очень сложные вещи даже не столько словами сколько на тонком плане а это эта связь ведь это есть проявление любви звучит наверное конечно странновато но это оно так и есть и книга она называется обретение высшего я это главы из книги истории любви это можно сказать что это и автобиографическая вещь когда любовь была живым человеком и с ним же когда настало время перейти границу то что называют смертью и все это в осознанности продолжается и дальше когда я прочитала эти главы мне захотелось обратить внимание и на свою земную любовь она стала в другом ракурсе и не только у меня было такое желание то есть пошло прикосновение к тем энергиям которые идут через самую нашу суть нашу сакральность которая действительно идет через новый язык ощущений да новые энергии они заземляются и новыми словами которые вы придумываете и через осмысление и через зачувствование по очень широкому спектру без человеческого фактора без людей но здесь просто не получится и у нас наступает такое мощное сотрудничество вышнего плана с нами и нами с вышним планом все идет впервые эти энергии тому пример я специально не стала акцентировать внимание на их измерениях на частотах которые повышаются да повышаются приблизительный расклад если мы начинали наш переход с частоты шумана 7,8 герца а инфразвук инфразвук на 7 герцах он вызывает разрушение клетки а ниже смерть то есть мы жили на границе гибели окончание этого роста будет на уровне безусловной любви а это порядка где-то 220-240 герц какой сейчас даже не спрашивайте не знаю не интересовалась я знаю начало и конец это линия экспонента то есть она очень крутая сначала долго долго повышается а потом все эти года вот так вот спрессуются и почти вертикальная линия идет вверх но это не самое главное это просто критерии того как меняется мир но ведь это же не только те энергии которые идут в мир из космоса это то что начинаем мы сами излучать не говорю что все но достаточно хоть кому-то начать переписывать свои текущие ситуации с минуса на плюс вообще минус это несовершенный плюс насколько вы знаете ставите палочку получаете плюс и все да и если у вас были силы сделать негатив значит у вас уже пол дело сделали чтобы сделать позитив нужно еще немножко добавить капельку будет плюс события попытались их немножко классифицировать три группы нашли то есть первые события которые ждешь ну или же даже знаешь да вот они будут вторые события которые не ожидаешь вообще неведомо снег на голову мягко говоря и есть события которые наступили внезапно их принимаешь как данность это те которые сформированы в этот же миг без вашей подготовки ваше участие но при этом создается новая событийная лента то есть что такое событийная лента сейчас они тоже ускоряются это некая условная протяженность условно-линейная где на протяжении событий вы можете проследить некий хронологический порядок анализ иногда хочется записать там дата такая это было то-то то-то потом дата такая то-то то-то ну по наитию иногда я сама не любительница писать дневники но иногда по внутреннему импульсу начинаю записывать а задним числом выстраивается вот эта событийная лента как как шла хронология развития итогового события иногда это прямо вот видно время участники последовательность как это все проявлялось только это возможно потому что ускорилось проявление разных событий раньше не так это было медленно как черепаха оставил намерение и уже забыл чем думал то а что получил уже давно это проехали но оно сработало то есть материя мира стала перестала быть инерционной или становится более мобильной вот так опять-таки в зависимости от сознания если ваше сознание позволяет такие мгновенные перемены крыша хорошо сидит на плечах пожалуйста вокруг вас начнет вот этот вихрь проноситься а если боязно без проблем умеренно пойдет это как кому лучше черепахой проползать кто-то на поезде а кто-то на реактивном самолете уже не видать прогрохотало исчез а кто-то вообще телепортировался то есть мы для себя выбираем комфортные зоны в части энергии энергетические но перед этим практически все проходим через ломку комфортных ситуаций кому-то больно а кто-то уже и так сломал все это свое окружение здесь неоднозначно поэтому я не буду говорить что слом комфортной ситуации всегда безболезненно вовсе нет все индивидуально идет но он есть или наступит через какое-то время не вернешься короче следующие напоминалки было нужно так много сказать и если без вот этих напоминалок тут очень легко расползтись мыслью за одно за другое цепляться а здесь я имею свою канву на что обратить внимание следующее акценты касаются того же самого умения слышать себя на что обратить внимание еще разочек сделаю акцент что на моей страничке на сайте проза.ру стоит статья современникам великого перехода там все тонкости ссылки главы названия а здесь просто самая суть о чем о чем там речь поскольку в мире сейчас много информации нужен критерий истинности чтобы не потерять время для блуждания в дебрях информации первоисточник существует эта книга называется Вселенская Конституция первоначально была принята в Турции записанной женщиной ее звали Ведия Бюлент он все чурак она живая до сих пор эта книга дается Вселенской Иерархии Света в конце каждого цикла в 26 тысяч лет и в нее входит и Библия и Коран как отдельные главы из этой книги у нас у всех увеличивается чувствительность вот то что говорилось чувство знания и каждый человек который входит в это отчувствование ощущение отчувствования его назвали безумных слов никуда не пройдешь медиумы посредники все те кто чувствует просто начинает ощущать нечто это как начальная ступень ну кстати медиумом может быть и кошка и мышка начнем с этого это не только прерогатива человека и вообще это стать медиумом не означает возвыситься это просто напросто открываются вот те самые высокоэфирные органы чувств а их на каждом уровне для каждого живого существа очень много то есть крыша образно говоря отъехала и стала слышать мир как антенна включилась но что ты слышишь это еще большой вопрос нужно ли слышать то что слышишь потому что любое знание оно соответствует уровню сознания а сознание зависит от чистоты сами понимаете ну сколько мусора в сознании это бывают помехи как в радио настраиваешь вот этот вернир там можно такое отловить наложение многих станций и очень сложно выделить а что действительно здесь звучит в этой каше то есть свое сознание оно должно быть идеально чистым чтобы разбираться и существует два уровня медиума те люди у которых открыты низшие энергетические центры и соответственно информация идет такая же и те кто имеет открытые высшие чакры высшесердечные и дальше соответственно идет прием информации с высоких планов тонкого мира и чем больше открываются высшие чакры человека и чем чище соответственно идет сам процесс тем достовернее и тем более истинное знание можно получить а процесс открытия верхних чакр да и не только верхних вот вопросом себе задавать учиться слышать душу это есть то самое самосовершенствование то есть когда над вами нет никого учителя вы сами себе учитель вы ваша интуиция ваше вышнее я почему это так важно почему нужно было акцент сделать еще вот на этом потому что сейчас идет основное противостояние добра и зла идет в энергоинформационном пространстве на физике это средства массовой информации и же с ними люди которые повторяют те которые не могут по разным причинам увидеть в хаосе зарождение новой гармонии они увидят одно те кто может увидеть зарождение высшей гармонии они увидят совсем другое то есть в мире нет такого однозначного это черное а это белое с какого ракурса смотреть и с каким сознанием через что эта информация будет преломляться да конечно вы наверняка вы это все знаете это не является для вас чем-то эксклюзивно там невероятным просто жизнь поворачивается так что нужно учиться уметь жить в повседневности а это вопросы повседневности очистка сознания там задавать себе связь с высшим я кажется простым а вы попробуйте постоянно это делать изо дня в день так чтобы это зашло в автозагрузку ваши печенки застряли ну в хорошем смысле а земля да постепенно становится ареной хаоса нарушение комфортной зоны это как заборы раз вот так вот все и упали а что что там за забором осталось ну что осталось то и осталось и стал эффективен механизм совести поэтому вот фраза печенка чую врет она включается вместе с этим механизмом то есть вы можете слышать и у вас есть знание на различие если немножко очистите свое сознание то вы будете чище ориентироваться спокойнее и гармоничнее ориентироваться вот в том мире который за окошком стоит и здесь нельзя не сказать о значении и сути процесса открытия сердечной чакры формально вы так же это знаете и во всех учениях говорилось о важности но почему именно это так важно во первых этим сердечной чакрой и все что с ней связано это наделен каждый сотворенный богом человек то есть никакое технологическое устройство это повторить не может и это главное отличие его можно чувствовать а применительно к отдельному человеку это как раз означает установление связи со своим Высшим Я фактически установление прямой связи со своей Божественностью и когда вы это понимаете и принимаете если это вам нужно в этом воплощении и в это время многие вещи решаются сами собой ну как бы сами собой но это всегда труд Духа есть истина тоже известные вещи но это относится к очувствованию к сердечному очувствованию ни к уму ни к разношерстным знаниям которыми очень был богат наш мир и которые фактически уводили людей от познания себя это скорее было разделение как бы то странно не звучало я нашла информацию то что касается открытия сердца до и вселенской конституции как об этом говорит превеликая мать помните говорили о женском начале которая в начале всего ее также можно назвать проматерью всего мироздания я вам прочитаю эти слова потому что говорить своими словами это бессмысленно я дала вам мать отца детей вы не можете без них испытать мою любовь я дала вам супругов и возлюбленных противоположного пола вы не можете без них испытать божественную любовь но всего важнее что я дала вам свою сущность называемую духом вы не можете без этого ощутить самих себя но дух не находится в ваших телах однако в ваших телах есть некий центр получающий духовную энергию во время ваших воплощений подобно тому как если вы приемник а я передатчик транслирующий вам эту энергию таким путем моя сущность отражается на ваших телах вы мои проекции на земле вы мои дети обучающиеся в моей земной школе речь об открытом сердце то есть энергия первый исток он живет он живет в нас и хотим мы ли это нет мы этого когда нибудь признаем и почувствуем дух не нуждается в совершенствовании но для достижения уровня духовного плана нужно чтобы ваше земное совершенство было эквивалентно вашему духовному потенциалу то есть как раз и шла речь о том об очищении сознания насколько оно может встать вровень или как войти в резонанс с той высокой планкой вообще это легче иметь чистое сознание столько мусора высыпается и сил тратить не надо уж лучше пусть тело восстанавливается проживать и переживать чьи-то пустые мысли а что еще связано с сердцем это любовь во все ее во всем мудром спектре это это больше чем может сказать ум можно сказать много разных слов которые не смогут передать ни одного нюанса чувства и тогда лучше не говорить поэтому о чувствовании в настоящее время выходит на первое место возможно он однажды станет языком световой телепатии или чем-то новым совершенно но это в большинстве своем идет впервые как открывается сердечная чакра я вам начну со второго аспекта который начинается с научного познания мира и его законов развивается интеллект инструмент здесь мозг и отсюда выходит такое понятие как интеграция нужно эквивалентное развитие и сердца и интеллекта то есть чтобы разум был сердечным а сердце было разумным нужен этот баланс но приоритет будет у сердца потому что сердце оно восходит к той самой женской энергии мироздания фактически к основе того из чего мы все состоим знание интеллекта оно нейтрально использовать его можно как угодно все зависит от того кто использует ну та же самая ядерная бомба это может быть атомный реактор и бомба сама по себе то есть распад ядерный распад и сейчас идет требование к ученым именно сердечности или нравственности или этики потому что прикасаешься к очень глубинным тайнам и их без внутренней глубинной этики ну лучше их не знать лучше обойти стороной ну пространство так и делает отводит многие спрашивают а как же сделаться осознанным сотрудником света есть ответ что по мере самосовершенствования сердечный центр открывается к более высоким вибрациям именно духовного плана высокого духовного и только таким путем устанавливается связь со своим высшим я со своими высшими божественными аспектами и тогда приходит глубинное сознание то все начинается с труда того самосовершенствования именно сейчас начинает быть интеграция тех кто идет путем знания и путем сердца по по большому счету не важно каким они идут путем главное чтобы ваши энергии могли гармонично интегрироваться на тонком плане в единый эволюционный поток то есть то о чем мы говорили этих в середине нашей встречи что а там спрашивали а дед в поле не воин воин еще какой воин то что дает импульс на устремление отдает тот самый импульс на гармонию а сейчас при новой решетке весь опыт который вы обрели он моментально доступен всем остальным точно так же вы можете пользоваться чужим опытом в вопросах самосовершенствования очистки сознания только спроси и начинаешь знать но знать не здесь не умом знаешь отсюда это знание входит как опыт как будто бы вы это уже прожили там когда-то а сейчас вспомнили хотя вы понимаете что вы никогда это не проживали но в этим уже владеете говорить с собой нужно не стесняться с душой с высшим я спрашивать абсолютно о всех тонкостях и нюансах задача не в том чтобы вы что именно спросили а в то что вы в вопросах тренируетесь на услышание там а как лучше мне кофе сварить в турке или в чашке там ответ а что ты хочешь это я сейчас словами перекладываю это ощущение идет а как ты хочешь так или так ну лучше так формально это вовсе не в кофе и не в турке а в том что вы научаетесь слышать и распознавать те импульсы энергетические при которых вам комфортно или не комфортно а на чем вы будете тренироваться хоть на картошке хоть на лопате хоть на чем угодно не важно ну и кофе будет вкуснее проверено это так уж в скобочках до кучи то есть постепенно нас разворачивают вот на эту вот интеграцию и на обретение веры в себя ведь каких бы вы не обладали мощью если вы в себя не верите вы этим не будете пользоваться но пользуются те кто с вами не может совладать но грамотно сманипулировав можно заставить делать что-то желаемое ну как вариант как вариант да а как взяв власть ну не правда не власть контроль над своей судьбой в себя ну как в свои руки то есть я отвечаю за свою жизнь за свою судьбу за свои поступки ну естественно тогда идет другой расклад тогда я начинаю активно сотрудничать с высшим планом а если нет вот так ой ну и куда я приплыву нет куда я быть точно приплыву но туда мне не надо нет ну нужно ли мне туда приплывать или нет и вот тут главный момент один из главных моментов нельзя сказать нельзя не сказать часто люди часто люди с развитым интеллектом принимают его за высокий уровень развития своей сердечной чакры это принципиально неправильно так развивается неосознанно развивается некая ментальная гордыня в отношении тех кто не обладает знанием ну там эзотерическим или духовным и даже не стремится к ним это не есть правильно для эволюции важны все аспекты и интеллекта и сердца да сердечной важнее но вот ментальная гордыня она часто проявляется у тех кто как ему кажется владеет большим знанием во первых это знание прошлое ум он хорошо развивался ум и интеллект человеческий интеллект я не говорю о божественном я говорю о человеческом интеллекте он хорошо развивался в старых условиях закрытой планетарной решетки там ему было раздолье но это никак не помогало тем людям которые владели этим знанием быть душевными и сердечными со своими близкими наоборот сколько я знал таких представителей их разделяла каменная стена и кроме несогласия и раздражения ничего не было в этих семьях ну или в ближайшие крестности этих людей это ментальная гордыня она стоит очень прочно для таких людей а как от нее избавиться обратиться к своим наставникам обратиться к высшему я к новым энергиям с тем чтобы была помощь для трансмутации это все равно энергия я же понимаете эту энергию вы можете использовать как в плюс так и в минус если небольшой минус вы можете сами нивелировать а большой плюс ну бывает что не поднимешь его но никто не мешает крикнуть ау помогайте и та же энергия в очищенном варианте она возвращается к вам же она никуда не девается но там внутри становится легче есть простые практики ну например одну из практик можно найти на сайте возрождения 3 августа этого года 21 очень простая называется энергетическое единство звучит я чистый канал божественной энергии и я провожу ее через свое энергетическое пространство наполняя ею землю на высшее благо всех одна строчка также было в сообщениях от 17 на том же сайте 19 августа 21 года была дана информация о воздействии вселенской энергии плазмы что она несет в себе огненные частицы вселенной также проникающие в нашу структуру восстанавливает поврежденные клетки на новом уровне регенерации и является однополярной то есть те в ком еще есть некие дуальные аспекты не смогут ей воспользоваться она при чем желание не сможет к вам прийти то есть еще один момент образно говоря шкурный интерес чтобы сознание было почище тогда с помощью этой энергии вообще чудеса могут сотворяться если соблюсти ее условия ну это выгодно и в практическом плане в том числе и вот тот самый сентябрь решающих противостояние добра и зла да земля окутана новыми энергиями колоссальных мощностей представители старой решетки надеются что им через хаос удастся понизить общий фон вибраций людей но дело в том что энергия идущих потоков она имеет совершенно иную структуру это как ртуть и вода они не смешиваются эти энергии уже здесь вы можете чувствовать или недомогание или наоборот беспричинную радость все это может очень быстро меняться вы можете хотеть спать или наоборот не хотеть спать это тончайшие аспекты как наша физиология реагирует на новые импульсы также начинают быть сбои электроники телефонов компьютеров случайные непонятные раз связь пропадает или какие-то глюки в компьютере или телевизор перестал быть нет он есть только связь не работает образно говоря можно сказать что в старом мире было одно электричество одни характеристики ну энергия а сейчас другая энергия идет какое-то другое электричество я не изучал не знаю могу предположить другая энергия другая вот ее это вещественная часть и чтобы наша техника была ассимилирована к новым энергиям нужно время то есть этот процесс начинает быть чтобы по крайней мере не удивлялись мы вот сюда ехали знакомый меня вез и бортовой компьютер его автомобиле показал у вас проблемы с маслом перевод остановились залез ничего нету никаких проблем сам все проверял но еще два раза он сказал этот компьютер типа все равно есть через какое-то время позвонил другу выяснил глюки что мол такое бывает не обращай внимания если действительно уверен во всем то да и сколько раз мы вот за время пока ехали сюда компьютер бибикал есть там проблемы а дальше диалог да нет успокойся нет есть тебе же сказали что сбои идут все равно есть ответил панель а потом ему было видно слушай ну как ты надоел ведь я тебя чинил все сделал отстань не играй на моих нервах ну ладно все больше не возникало это конечно сродни детского анекдоту ну про женщину что она была такой упрямой что с ней соглашался даже навигатор а вот теперь это уже почти предпоследнее знаете астролога Светлана Дороган идут очень мощные сообщения об выдержке интервью Сергея Финько про февраль и весну 22 года кто знает я просто напомню и вот сейчас когда мы все-таки возрождаем этот ген человечности помните поговорили про нравственную этику про внутреннюю про чистоту и понять что все что с нами происходит это происходит на уровне космическом космос задумал это это женская энергия превеликая мать сюда же идет что в наших клетках начинает это быть здесь и сейчас и в мужчин и в женщин это во всех полах и весной 22 года происходит что-то уникальное соединяются планеты которые олицетворяют как приход Бога это странно звучит но у меня нет других слов происходит как будто перезагрузка эмоционально психологического контекста вместе со всей природной перезагрузкой это ее слова как это будет узнаем она добавляет что может быть будут какие-то сонные состояния но кстати вот про сонные состояния нашла во вселенской конституции пример мы уже проживали эти сонные состояния один из таких вселенских скачков был в ноябре 1981 мы его прошли бессознательно было сделано так что все живые существа уснули 13 ноября а проснулись 19 а на календаре была дата 13 что для вселенной это обычная практика а мы узнаем задним числом ну и слава Богу что так все убыстряется и идет своим чередом и в завершение я хотела бы вам прочитать сказание которое сюда же имеет прямое отношение оно записалось очень давно это сказание где-то около 2004 году так сказание эта история началась столь давно что само летоисчисление стерлось из памяти живущих это было столь давно что казалось принадлежащим иному миру а может так оно и было они сидели за столом совещаний и решали кому сейчас лучше начать править в грядущем цикле и какие изменения внести в развивающуюся жизнь согласно плану а далеко внизу за пушистыми облаками текли прозрачные реки населенные прозрачной жизнью еще не было дано имени текли и и и Уже просчитывалось и определялось. Каждый новый оператор или садовник, как они себя иногда называли, уходил в своеобразное временное плавание по иноземью, где собственный родной год превращался в растянутые тысячелетия. Так рождались боги. Они могли менять обличие, поскольку сами же рождали собственные тела и выбирали имена в соответствии с миссией. Они, путешественники среди измерений, не страшились времени как такового. Они сами творили его и были им. Менялись операторы, менялись имена. Знания отдавались неспешно и выборочно. Конечно, никакое знание не могло храниться бесконечно долго. Его знание, как взятую книгу, нужно было свой срок вернуть на полку. Поколения жизней не догадывались о факте собственного существования. Боги же творили историю. В этом сказании нет имен, названий и дат, потому что каждое имя есть ограничение для незнающей мысли. Трудно творить историю и намерия, и еще труднее излагать ее на конкретном языке, который тоже суть имя. И вот перемешались предки с потомками, соединив кровь. Исчезло различие между операторами, когда время перестало быть. Боги увидели себя иными. И это были мы. Все. Спасибо за внимание. Спасибо.